здравствуйте в эфире 180 выпуск аудио дайджеста старт шеер меня зовут димаш изойдберг и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров собрались два игрока и редакции стратега серега привет здорово ну как она ну как обычно все потихоньку я сразу за спойлерю как у на не будет не 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 я могу чуть-чуть пару слов про него сказать как не надо потом я тоже так побольше и потом лучше потом окей а чё чё побольше поиграл вообще в новинки играл очень мало я как-то что-то решил вернуться в resident evil 4 вот он там номинирован у нас на игру года вот спойлер спойлер у нас тоже будет голосование за лучшие игры этого года ну и худшие тоже все по классике интригу сотри накинул и как то мне прям ностальгия ну как ностальгия игра меньше года назад вышла вот захотелось еще раз пройти резидент и вот пока играл в резиденты небольшое такое ощущение было что вот вроде бы за год вышло много хороших игр но вот прям чтобы какой-то прям такой вот вот все вот это вот топ вот что-то почему-то такого ощущения не было ни в одной игре но странно но я правда балдургейт не играл но я думаю что мне это не очень зайдет ну блин он клёвый но на любителя опять же типа игра не на широкую массу он не на любителя он как бы на людей у которых бесконечное количество свободного времени ну как минимум тут как бы проходишь персону пятую такой ну неделю условно и такой блин а ведь мог там четыре раза call of duty пройти допустим но вот а балдургейт это а-ля x5 вот что-то поменьше но свече я я по-моему не рассказывал но я прошел шестую финалку почему-то кстати удивительно что все сравнивали например horizon этот второй с mass effect 2 а то что mass effect 2 это финал фэнтези 6 что-то об этом ну может быть мало кто знал и помнил вообще финалку шестую но там прям вот вот прям mass effect 6 2 все коллаб пошли пошли коллабы что-то я уже замечтался вот то есть там какой-то момент игры ты во-первых собираешь всю команду на протяжении первой половины игры она у тебя тусуется на корабле ты можешь возвращаться на корабль менять команду в какой-то момент игры у тебя значит они все разбредаются ну там такой таймскип небольшой происходит я не помню там в год или несколько лет и тебе нужно там по всему миру искать своих бывших сопартийцев чтобы они снова как бы с тобой пошли там главного этого босса валить то есть вообще это это комбо из mass effect 1 и mass effect 2 круто вот но в итоге шестую я прошел и сейчас потихоньку пятую прохожу потихоньку уже не то что в конце игры но где-то в последней трети вот на свече порты вот не очень нравится там кстати русский язык во всех частях подвезли они те же самые на этой на 4 playstation есть вот но свече здорово все равно в дороге играется отлично там есть такие же эти так называемые спид хаки где можно опыт в четыре раза больше получать за битву деньги и там зависимости от части там разные тоже это сказать побочный опыт там в пятой части это опыт для профессий тоже в четыре раза повышается а в шестой части это был опыт этих самонов тебе умение дают вот тоже как можно в четыре раза ускорить присяд приятно но все равно я скажу как бы что 6 что 5 то есть даже вот с таким приростом опыта то есть получается что я как бы постоянно там немного перекачанный хожу блин там некоторые боссы и вообще противники дают прикурить я такой более как так как это люди проходили честно я без вот этих хаков я вообще не знаю как это пройти то есть ну блин ну очень жестко причем я не пользуюсь там еще отдельная есть опция отключать эти случайные встречи вот этим я еще не пользуюсь то что как бы ну случайные встречи там нормально опыт все дела как бы прикольно здорово. Вот. И я не отключаю, и все равно мне как бы, ну, то есть, блин, ну, как, как, ну, как вообще это проходилось? Люди жили в этой игре. А, и плюс еще бонусом там идет такая фишка, что ты, например, ну, вообще в любой локации, ну, как бы, допустим, возьмем подземелье, когда ты переходишь с этажа на этаж, игра еще автоматически сохраняется. То есть, если ты случайно умер, у тебя игра откинет на начало как бы этого этапа. Но я так понимаю, что в базовых версиях этого тоже ничего не было. Сомневаюсь. Там просто, как бы, ты приходишь, какой-то чувак тебе 9999 урона наносит, такой, вау, это было быстро. Здорово! Да, и как бы, блин, и проходить там целый этап до последнего сохранения, ну, наверное, поэтому эти игры проходили так долго. Ну, наверное, да. То есть, у меня сейчас там счетчик примерно на 10 часах, и я вот уже ближе, то есть, к концу игры подпираюсь. Ну, это ты за 10 с такими всеми ухищрениями, думаю, там, к соточке кто-то к концу игры подбирался. Да, то есть, как бы, ну, понятно, что, по сути, как бы, по большому счету, это искусственное растягивание игры. И поэтому, как бы, я поэтому вот не чувствую никакого зазрения совести за использование вот этих хаков, как бы. Ну, то есть, блин, игра 30-летней давности, дайте я в нее поиграю, так как вот, так как мне сейчас удобно. Я не хочу на нее там тратить, опять-таки, 100 часов. Ну, да. Там интересный сюжет, там, как бы, в принципе, боевка плюс-минус, несмотря на то, что она внешне почти, как бы, одинаковая во всех шести частях. Но она, там есть нюансы, которые отличают одно от другой. Я просто, как бы, хочу вот почувствовать, пощупать все это дело. И дайте мне это сделать так, как я хочу. И поэтому хаки, в принципе, это вообще отличная, отличная затея. Ну, да. Да. Тем более, для знакомства это более чем классно. Да, конечно. Конечно. Здорово, здорово. Так, что-то еще? Так, ну, я не помню, рассказывал я или нет. Наверное, еще нет. Добил я платину в этом фиоритме. Про добить не рассказывал. Final Fantasy, Final Bar или еще что-то, как она там называется, хитрая. Да, ну, в целом, платина, она несложная. Там приятно, что там есть у каждых песен, ну, у всех песен там есть уровни сложности. Там два момента. Есть уровень сложности, от которого зависит количество триггеров, которые на экране появляются. То есть, там, от простого до вообще невозможного. Я не знаю, что-то сверхлюди играют в этом режиме. Вот. Первый плюс в том, что 95% песен можно пройти на самом простом уровне сложности. И плюс, там еще есть нюанс, что можно не только упрощенный режим включить, где, в принципе, все триггеры нажимаются одной кнопкой. Мне кажется, такое есть во многих ритм-играх. Ну, просто вот, как бы, для людей, которые, ну, не знаю, какие-то трудности испытывают при прохождении. И вот все эти 95% песен можно пройти в этом легком, упрощенном режиме, чем я, собственно, и воспользовался, чтобы лишний раз не страдать. Там в некоторых песнях есть задание именно пройти песню на какой-то сложности. В этом случае приходилось переключаться. И, в принципе, вся основная вот трудность платины, она заключается в том, что там есть задание в каждой песне, то есть, ее можно просто пройти, а можно выполнить какое-то задание. Задания, они отличаются, там абсолютно разные бывают. То есть, убить сколько-то противников, дойти до босса и убить его, убить противников каким-то уроном особенным, а сделать там идеальных этих попаданий в триггеры на каком-то проценте, то есть, нанести какой-то единичный урон большой или самоном. То есть, все вот это вот комбинируется там и формируется задание. И основная сложность это выполнить все эти задания. К какому-то моменту игры ты просто понимаешь, для какого задания тебе какого персонажа лучше взять, потому что там различные умения есть. То есть, есть умения, которые срабатывают при каком-то количестве, то есть, попаданий в триггер. Есть умения, которые просто автоматически срабатывают. Есть умения, которые срабатывают, когда ты встречаешь босса в песне. То есть, все это надо просто с умом комбинировать. Ну, я говорю, когда ты... Там песен больше 350, по-моему, ты достаточно быстро понимаешь, в какой песне, как бы, тебе для выполнения задания, какого персонажа нужно взять. Но основная сложность, это все как бы, это не сложно, это просто долгое. Но там есть один трофей такой запарный, это после прохождения всех песен появляется бесконечный режим. То есть, что он из себя представляет? Тебе дают три жизни, три сердечка, и тебе предоставляют выбор от одной до трех песен. В каждой песне также есть задание. И если ты проходишь песню и выполняешь задание, ты проходишь дальше. Если ты задание не выполняешь, ты тоже проходишь дальше, но у тебя сердечко одно отбирает. И вот нужно так дойти до 20-го этапа. Там поначалу просто достаточно простые задания, а потом такие уже, блин, убить там 50 противников. То есть, там ни одной песни такой длительности нету, чтобы успеть 50 противников убить. То есть, у тебя там должны быть настолько прокачанные персонажи, что они там с одного, с двух ударов просто всех сносят. Или там нанести какой-нибудь урон 12 тысяч одним ударом. Ты такой, блин, да как это сделать вообще? Ну, то есть, там, ну, реально, уже где-то после уровня 12-го, 13-го начинаются какие-то, ну, не то чтобы абсурдные задания, но такие прям, которые надо прям вот посидеть, подумать, какие персонажи, какие умения тебе нужно взять, чтобы вот это вот сделать. Не просто. Да, и там было пару раз, когда я буквально там на 18-м, на 19-м уровне такой, блин, нет, чёрт. Вот, как бы, да, приходится немного подумать. Но в целом, я говорю, платина, она не сложная, потому что там все необходимые навыки, как игрок, вот ты получаешь достаточно быстро. Там в любом случае приходится разбираться просто, чтобы эти задания выполнять. Она вот, ну, долгая. Как бы, ну, можно даже посчитать там 300 песен, 350, по 3 минуты. Но по 3 минуты, да. Сколько-то минут подготовки. То есть, у меня там счётчик показал 53 часа, по-моему, я в неё играл. Можно быстрее сделать, но прям так, что совсем быстро, я думаю, не получится. Ну, физически, банально. Песня должна проиграться до конца. Да, но как бы для тех, кто, например, боится ритм игр, я думаю, что это вот в целом неплохая. То есть, я говорю, я включал персону, там, третью, четвёртую, я не понял. Там на экране такой ад происходит. То есть, в первой же песне, я такой, блин, помогите мне, пожалуйста, нажимать кнопки. Там непривычный интерфейс сделан. Там ещё... К нему надо долго привыкать. Да, там, то есть, как, по-моему, в третьей части я начинал, там с шести сторон, по-моему, летят эти триггеры. И раскладка, она немного вот, то есть, ну, ты в ней путаешься поначалу, что вообще нужно нажимать. Здесь, как бы, ты хочешь играть в обычном режиме, играй в обычном. Хочешь, как бы, попроще, вот, есть упрощённый режим, пожалуйста, проблем вообще никаких нету. Тебе, в принципе, как бы, это не доставляет какого-то... Ты не ограничиваешь себя, в принципе, в геймплее, как бы, ну, по сути, то же самое. Я, например, в какой-то момент мне просто надоедало уже эту музыку слушать. Я вообще выключал звук на консоль, выключал радио, я просто по триггерам ориентировался, и как бы, а, ну вот, классно. То есть, я там под другой ритм, в принципе, под другие песни проходил, игру получал платину. То есть, так достаточно забавно. Понятно. Ну, здорово, здорово. Прикольно. Так. Хорошо. Теперь твоя очередь. Да? Да. Ну, ладно. Ну, вообще-то. А я сделал платину в Тирдаун. Оказалось, это такая рождественская, новогодняя игра. Ну, там просто под конец, типа, скипается а-ля время, там наступает зима, зимнее время, и в конце еще такая музычка новогодняя. Типа, прикольно. Так, вау. Новогоднее настроение внезапно в игре, где ты все взрываешь и ломаешь. Забавно. Ну, платина, что, она... Ну, как, блин? В принципе, не сложная. Особенно, что можно подсмотреть, чего делать, то, в принципе, не сложно. А в конце душит трофейка вот эта, там, сколько, 100 миллионов этих вокселей сломать, разбить. Там просто я пробовал, знаешь, типа, заминировать весь уровень, в итоге FPS падает до трех, и получается триггер трофейки, ну, вот счетчик, он не высчитывается, по идее, пока логика игры не досчитает падение и движение всех деталек, которые начали двигаться. То есть, соответственно, я на одном уровне, минуту я взрывал прям весь, просидел минут 20, оно так и не засчиталось. В итоге проще реально по чуть-чуть бегать по уровню, минировать и взрывать, там, получать по 3-4 процента. Это банально получается быстрее, потому что так ты в лагах, утопая, ну, не знаю, может быть, на Xbox, там, шучу, на боксе, по-моему, выходило, там, может быть, оно как-то быстрее досчитывает, или, может, люди, которые писали подсказку, просто меньше взрывали, чем я, когда я попробовал первые разы. Ну, anyway, неудобно, не вариант, минировать сразу прям вот, до хрена всего, и взрывать. Лучше поступательно, пробегать по уровню, там, вот, по пути, накидывать этих нитроглицерина, и потом, короче, взрывать его. Получается, там, по 2-3 процента, это удобно. И плюс у меня лично, я не знаю, ну, в принципе, никто не писал, но если загружать сейв, ну, то есть, вот ты заминировал, засейвался, и потом обратно загрузился, у меня, если честно, триггер тоже не двигался. То есть, игра как будто бы один раз считала. Ну, в итоге я просто перезапускал, то есть, нажимал заново, перепробегал, и плюс периодически менял карты, потому что, мне казалось, она тоже начинала затупливать и не считать. То есть, в принципе, это вот единственный такой духотный трофейчик, ну, в плане, что нужно вот так... Ну, он накопительный, правильно? Да, да, конечно, накопительный. Во время игры я, в принципе, вот пока прошел всю сюжетку, плюс-минус, я добил 2 из 3 этих накопительных трофеев, поэтому, ну, в принципе, там не так много остается, я еще где-то, может, часик посидел, ну, плюс у меня эксперименты заняли минут 40, да, которые не считались, поэтому, как бы, самого набивания там, ну, типа, а-ля на час, довольно недолго. Ну, это не так долго. Да, это не очень долго, это реально. Только нужно понять, как лучше это делать, чтобы оно учитывалось в трофейку. Ну, ты все, потому что тут же все-таки отслеживание идет, а-ля не внутри игры, а вот на PS5. Есть плюсы и минусы вот трофеек со счетчиком в PS5, потому что, если он не двигается у тебя в интерфейсе PS5, все, он тебе, по идее, не выпадет. Поэтому иногда лучше, когда их нету, и они учитываются в самой игре, их не видно. Короче, есть за и против этой системы, она удобная, но если ее багануло, то это все, это капец, это забей, это плохо. Вот. Ну, короче, забавная игра, в определенном понимании и смысле она душная, есть там куча таких нюансиков. Ну, опять же, это если идешь на платину. Если, в принципе, платина не загоняется, то довольно-таки забавно. Там минимальные задачи для прохождения уровня, они не такие душные. Это только когда ты начинаешь делать все, абсолютно все задания, их же надо за раз сделать, чтобы закрылись. Это превращается в духоту некоторую. А так, забавно. Ну, и концовка прикольная, снег, музычка там, забавно. Новый год, как будто бы скоро. Это прикольно. Новогоднее настроение создает. Да, я, кстати, не ожидал, я, ну, типа, вообще не было намеков, да, что там будет еще такая песенка новогодняя, все дела. Забавно, короче. Вот, это раз. Второе, я просто начал играть в контрол, и мне все нравится. Я не знаю, что еще рассказать. Я давно собирался, вот таки добрался. Ну, в целом, то, что я вижу, Remedy, просто, все, что добавили в Alan Wake 2, мы тренировались в контрол, потому что я вижу и подача, и многие сюжетные ходы, и прочее, прочее, они вот в контроле есть. Ну, ты много уже прошел? А, я чтоб так знал, сколько ее там вообще. Нет, я имею в виду по времени. По времени часов, наверное, ну, 7, может, поиграть. А, ну, это уже. Ну, я просто бегаю, пылесосением занимаюсь, записочки читаю. Тут играют так, как никто не играет, вот, в контрол, как я понял. Всех, кого я спрашивал, они вскипали абсолютно все, могу сказать, что я поначалу пытался вообще этот сюжет там осознать, потом я, в принципе, понял, что он, ну, то есть, его 90% подается через записки, я такой, ооо, нет, 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 извините, нет, нет. Честно, я прошел, наверное, раза два или три контрол, мне очень нравится эта игра, но что там за сюжет? Я как бы так, я вообще без... Я потом на ютубе ролик посмотрю, потому что, как бы, ну, ну, это выбивает просто из темпа, там еще записки, как бы не пять строчек, а такие, блин, привет, Elder Scrolls, такие тома. Ну, короче, забавно, вот я бегаю, пылесосиним занимаюсь, мне нравится, мне нормально, там прикольные сюжетики, он вчера буквально добежал, там этот, ну, все-таки контрол это большой, омаж на, в принципе, всю вселенную СЦП, да, Containment Bridge, и вот банально попалось, даже они добавили уточку, которая любит телепортироваться, и очень назойливо некоторых сводить с ума, потому что она телепортируется всегда, и тебе на глаза попадается, и квякает. В общем, ну, забавно было встретить вот это СЦП, которое, как бы, по сути, из вселенной, вот, внешне, да, они решили, вот, как бы, омажик сделать и впихнуть свою. Ну, а в целом, да, это такая большая игра, ну, она, в принципе, плюс-минус выходила на хайпе, этого СЦП, да, ну, в ней очень много, но по-своему сделано, то есть, такое, свое видение небольшое, вот, этих всех объектов и прочего, но, в целом, суть очень похожая, просто назвали немножко по-другому, и, скажем так, Сэм Лейк постарался, наполнил это большей связью, ну, внутри, внутри своей вселенной, он, как бы, их больше связал, больше осмысленности добавил, то есть, это больше сюжетно, как бы, подкреплено. В большинском случае, тем, что я находил записки, описания, вот это все, то есть, у него в своем вакууме, свое, как бы, СЦП продумано, как-то, ну, посолидней, побольше, то есть, это не просто, знаешь, выписка из, ну, СЦП, я думаю, ты знаешь, как делается, это просто фэндом здоровенный, где, по сути, а-ля, как в Википедии, почти каждый может написать свою, вот эту, крипипасту про какой-нибудь предмет, то есть, вот, Сэм Лейк, по сути, сделал свою крипипасту про свои предметы и сделал из этого игру, но, как бы, в определенном смысле, более связано местами это сделано и более интересно подано. Все я не видел, посмотрю, что дальше будет, но пока все, все интересно сделано, занятно, затягивает. Единственное, что плохо сделано, ну, как бы, не очень, не очень удобно, это, ты добегаешь до какого-нибудь момента сюжета и тебе просто вот так снизу в правом углу вываливают, типа, вам надавали кучу всяких документов и прочего, ну, то есть банально, не думал, что большой спойлер, потому что игра уже давно вышла, первый раз, когда добегаешь до телефона, вот этого, до хотлайна, да, прямой связи, просто после прохождения, вот тебе показывают небольшую сюжетную вставочку и тебе вот сбоку вываливают, куча видеороликов, оказывается, в архиве лежит по этой хотлайну, то есть ты их отдельно должен зайти, ну, заинтересоваться, зайти и посмотреть. Там много чего рассказано, там много чего показано, даже забавный момент, пока ты бежишь по сюжету, тебе вот, ну, понятно, этот прошлый твой директор, ну, не твой, а просто этого предприятия, да, а он же тебе маленькими вставочками дают такие отрывки его слов, а если зайти внутрь, в архив, и там появилась вот эта вот линия с этим же сюжетом, который тебе 300 сказали, там он, короче, полный, в общем, это как-то не очень очевидно, поначалу, это не очень как бы завлекает, да, большинство людей, но там дофига как бы раскрытая информация по этому вопросу, ну, почему так решили сделать, я, типа, не знаю, почему бы это не пускать отдельно, пока бежишь по уровню, ну, блин, наверное, потому что все-таки там экшена, ну, это все-таки более, более максимально экшеновая, да, версия игр от Сэма Лейка, наверное, поэтому, чтобы у тебя глаза не разбегались, ну, опять же, почему нет, пусть и тут, а потом, как бы, кто захотел, зашел в архив и пересмотрел, переслушал, какие проблемы, не знаю, вот это вот странно, это немного странно, почему так, почему настолько сильно прям скрыли информацию, ну, не то, что скрыли, а прям убрали и не пихают тебе ее, можно было, как по мне, более назойливо в некоторых местах ее в тебя пропихнуть, потому что там, ну, прям таки сюжетно-образующие моменты обсуждаются, скажем прямо, ну, вот так. Так я поэтому и говорю, что в какой-то момент я просто, ну, мне надоело следить за этим, он плохо подается сюжет, ну, реально плохо. Вот, просто, кускай, те вот листочки выдают, вот эти видеозаписи, просто тебе вот так, четыре штуки, хочешь смотри, хочешь не смотри, ну, то есть, типа, я понимаю, свобода действия хорошо, но пагубно влияет на, как это, погружение. То есть, если ты не захотел туда погрузиться, тебя как бы и не просят, грубо говоря, ну, беги, стреляй, делай маркеры, в принципе, все, ну, своеобразно. там спасает только то, что как бы сам геймплей, то есть, core геймплей там достаточно хорошо сделан, то есть, стрельбу, ремеди, в какой-то момент делать умеют, то есть, я не знаю, я в Alan Wake 2 еще не играл, в первом Alan Wake, мне кажется, стрельба все-таки не очень хорошо сделана, но если брать там Max Payne, вот Control, то... Ну, до Max Payne, конечно, не дотягивает, там все-таки из-за движков, Rockstar'овских, там физика, шмизика и прочее такое, здесь это чуть-чуть потопорней, начиная с анимации, которая вот сразу с начала игры, это вот дергания лютые, это то, что сделали хорошо в 2-ом Alan, там все-таки люди не дергаются, нормальное у них начало, ходьбы и прочее, ну, то есть, видно, что старые немножко школы, и как в Alan Wake 1, в принципе, там дерганный достаточно был, то есть, это вот оттуда, но это типа, не сказать, что прям очень плохо, но, скажем так, нынче так игры уже стараются не делать, что у тебя сразу сходу, в первом же, вот ты только зашел в игру, вот тебе только дали персонажи, он сразу, дерганный, дерганный, я бегаю, я прыгаю, резко все, так обычно не делают. Я думаю, ты за 7 часов еще, по-моему, не все способности успел получить, давай, вот все получишь, вот тогда ты скажешь, что там с экшеном, со стрельбой, вообще совсем, вот там начнется вообще такой, блин, самый фарш. Так я и не говорю, что оно плохое, я просто, как бы, ты сравнил с Макс Пейном, там стрельба, ну, на порядок круче сделана, еще за счет того, что реакции врагов. Давай подождем, давай подождем. Но опять же, сравнивать ее довольно-таки глупо, потому что Макс Пейн стреляет с пистолетиков, а здесь, ну, не совсем пистолетики, здесь такая, такая интересная пушечка, которая может все и вся. Опять же, Макс не умел кидаться объектами всеми, которые под рукой, вплоть до выдирания куска блока перед тобой из стенки, но он так не умел. Ну, это же круто. Это уж совсем другое. Это же круто выглядит вообще, это же классно. Я не говорю, что плохо, я говорю по-другому, а то ты вдруг решил, что я боготворю Макс Пейна и говорю, что в контрол фиговый экшен. Нет. Да, так и сказал, вот перемотай, ты так и сказал. Это ты так услышал. Не, он клевый, он другой, он клевый. Макс просто своими фишками берет за счет физона, реакции вот этого всего, буллет тайма, вот этого вот замедленного. Это дуэт про другое. Здесь совсем другое, оно по-своему-то классное. Вопросов нет. Дальше посмотрим, что еще идут. Я жду, когда дадут левитацию, потому что меня бесит, я вижу, куда можно попасть, но пока ты не летаешь, тебе как бы предлагают пососать бибу. Это меня бесит. Вот эти элементы Митроидвания меня всегда бесят в таких играх напрягает. В смысле элементы? Контрол по большому счету это и есть Митроидвания. Благо там карты по ощущениям все-таки компактные, меня это радует. не поменьше, конечно. Да. Ну и прикольно сделали, типа а-ля Dark Souls, шорткатики, все дела, там вот эта карта туда-сюда в себя открывается. Ну это прикольно. В целом прикольно находиться в этом старом особняке, или как его там обозвали-то. А, ну перевод, кстати, на русский местами, ну такой плохой, но он хотя бы есть. В Турции игру раздали, вот в турецкой, если брать подписки, то русский язык есть, он нужно ручками первый раз зайти в настройках выбрать, но он даже скачивается по умолчанию пак русского языка. Но он плохонький, знаешь, что очень странно? Он не очень хороший в субтитрах а-ля сюжетных, но он очень неплохо написан в записках и прочих документах. Типа разные люди, что ли, команды переводили. А разные переводчики писали. Потому что реально в записках и прочем он довольно-таки стройный, без там ошибок на окончании и прочее. А во время сюжета вот субтитров там чехарда иногда происходит. Ну и сами сабы плохонько сделаны в том плане, что если ты не подошел к моменту там а-ля триггера, короче, если ты не смотришь на точку триггера, субтитры у тебя не появятся. У тебя там будет понятно все говорится, но сабы внизу не отрисуются. Только ты поворачиваешься в точку интереса, грубо говоря, они внизу рисуются. И плюс, если в момент, пока кто-то начал говорить субтитрами внизу, если ты там нажал в опции зашел или еще куда-нибудь, они просто напрочь до конца диалога исчезают. Да, есть это. Не то, чтобы очень страшно, но не очень как бы прикольно. Возможно, английские тоже точно так же исчезают. Я как бы не пробовал, мне не надо, но с русскими такая вот беда. Но перевод есть, это радует, это удобно. В общем, такие дела, буду дальше играть, колупаться в лоре, он прикольный, забавный, буду лазить дальше по этому здоровенному лабиринту, где все засекречено. Ну там, кстати, платина не очень такая сложная. Да, она накопительная по большей части. Бегает, да стреляет. Да, там только определенные места такие хитрые надо найти, ну как бы там немного. Ну, есть, есть типа текстовые или типа того гайдики, ну плюс нужно тупо до левитации нужно добраться по сюжету, ее нельзя просто так пойти быстро взять, поэтому без нее ты все равно туда не залетишь в кучу мест. Я уже кучу мест видел, куда нельзя попасть. Ну и уровни доступа, их тоже а-ля по сюжету выдают, ты просто не можешь открыть двери. Да, да, да. Банально. Он, я вчера бегал такой, думаю, пятый уровень доступа, это вроде максимально, потом херак на дверь наткнулся, там уже шестой, я такой, да, а сколько их-то? Сколько их еще? Уф. Ну да ладно, будем проходить. Ладно, давай Блиц по подпискам и будем закругляться. Блиц по подпискам. Так, сначала Хэбокс. Давай Хэбокс. Бокс. Из интересного, 1 декабря уже добавили Spirit of the North, это игра про лисичек. Да, не самая плохая. Что-то такое очень, ну она, кстати, не такая, не плохая, не интересная. Вот, также вчера добавилось Steam World Build, это новая игра во вселенной Steam World, не знаю, я не играл, но в принципе Steam World Geek мне очень нравится, что первая, что вторая. Вот, Clone Drone in the Danger Zone 5 декабря, понятия не имею, что это такое, и вообще даже не имею представления. Вот, тоже 5 Wild the Irons Hot. Без понятия, что это такое. Да, также 5 декабря World War Z Aftermath, это вроде такая неплохая. Мы стремили это беготня от третьего лица, а, еще от первого лица добавили, это зомбаками, короче, стрелять, да. Ну, здесь это издание со всеми DLC, автомаф, включило в себя все, что было, включая режим от первого лица, его добавили только тут. А, интересно. Она изначально была от третьего, да, потом решили сделать еще от первого лица отдельно, вот так вот, бесплатно. Ну, забавно, забавно. Главная фишка это орды зомбей. Их на экране на PS5 сделали так, что наш до тысячи зомбей. Кодла бежит на тебя, и ты ее отстреляешь. Забавно. Вот, да, давай дальше. Да, но это про геймпасс. Ну, какая разница, Xbox, какой он там, X, да, самый же топовый, я думаю, отрисует все это дело. Там, там просто в мощности была проблема, там, именно на PS4 она не вытягивала, и вот, когда сделали апдейт, они написали, сугубо для PS5, потому что четверка, ну, там он даже тупо недоступен этот режим на PS4. Так, 7 декабря еще появится Gold Simulator 3, симулятор козла, третья часть. Не знаю, я не играл ни в какую часть, мне кажется, что это какая-то такая очень специфическая забава. Это просто дичь, бегаешь козлом и делаешь фигню, тягаешь газонокосилки, кидаешь людей, то есть, это просто такой поиск интерактива на карте с разнообразными, смешными или не очень результатами по окончанию твоих действий, взаимодействия с этим предметом. Просто песочница, где ты бегаешь и развлекаешься. Слушай, я с понедельника по пятницу с девяти до шести бегаю, делаю всякую дичь, как мне еще на Xbox этим заниматься предлагают. Людей в космос сможешь запустить на какой-нибудь реактивной газонокосилке? Сомневаюсь. Можно поспорить. Без проблем с законом. А, это уже проблемы, да. 8 декабря добавится Against the Storm, я не знаю, что это такое. Так же, как и то, что добавится 12 декабря Teen Hearts. Ничего не слышал? Это все какие-то, как будто бы индюки какие-то. Да, наверное. И 16 декабря добавится Far Cry 6. В принципе, неплохой такой подгончик. Вышечки под Новый год захватывать. Почему бы не играл, кому нравится, как бы в принципе Far Cry 6 неплохо. Опять же, у кого тонны снега уже в теплое можно окунуться хотя бы на экране телевизора, да, тропического и теплого. У нас тут выпало просто горы целого снега. Ну, в определенном смысле это хорошо. И уже добавили Remnant первый и второй. Кстати, второй очень неожиданно. Прям свежий релиз. Ну, вообще, да. Добавили в Game Pass. Как-то Филя договорился, непонятно. И причем они как-то и выкинули прям вот вообще-то здравствуйте, вот у нас Remnant первый и второй в Game Pass. Хотите? Вот вам. Это было внезапно. Да, вообще без афиши, без всего. Ну, это клевые, клевые подгонщики, потому что игры, а особенно в коопе и для коопа это прикольно. В плане платин, ну, первый я могу сказать душный, потому что там вот это рандомайзер, нужно все-таки попадать на всякие предметы и прочее, это душно. Второй не знаю, что там по душноте. Наверное, то же самое. А у второго, по-моему, тоже рандомайзер какой-то есть. Ну, есть ли трофей, потому что там прям нужно было попасть на карту в определенном образом, чтобы подобрать там определенный предмет. Вот прям это супердухотно было. Ой, ты мне прям это напомнил, Returnal. Ну, вот примерно, кстати, да, в Remnant примерно также есть пресеты комнат, вот они также стыковались, и вот по сути нужно было, да, попасть на кусочек с нужным тебе, чтобы вот было предметиком и прочей фигней. Примерно вот такие же ощущения, да, реально. Так, с геймпассом, по-моему, все, а? Да, да, все. PlayStation Plus у нас анонсировали, и с 5 декабря можно будет поиграть в LEGO 2K Drive, и не знаю, мне кажется, это тоже что-то из нового, правильно? Он относительно недавно выходил. Это не так давно, да, насколько я помню, выходило, да, да, это у нас в стандартной подписочке ежемесячной, да, с 5 декабря доступно. с 5 декабря будет доступно. LEGO 2K Drive, да, это гоночка LEGO, и по-моему, она выходила, свежая, но как будто бы а-ля год назад она выходила, то есть, ну, прям не очень давно, скажем так, то есть, что-то такое близкое, как будто бы. значит, Sable. А, пропускаешь, да, самое вкусное. да, 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 я на десерт оставляю. Это какая-то, ну, не то чтобы старенькая, 21-го года, а игрушечка. Она, по-моему, в Game Pass'е валяется до сих пор, или... По-моему, она там очень давно. В Pass'е она очень давно уже лежит, мне кажется, все, кто в нее хотели поиграть, уже поиграли. Ну, как это мы раньше называли, это бродилка. Со всеми вытекающими, но только для PS5 версия. Все остальные игры у нас, кроссы, 5 и 4, это сугубо для PS5. Ну, как бы там Next Gen, понимаете, там четверку уже не потянет, там тяжело. Ну, по скринам там не выглядит все Next Gen. Я же рофлю. И, самое главное, самое вкусное, самое самое, 5-го числа жду. Powerwatch симулятор для PS5 и PS4. Наконец 100. Короче, все, кто очень скептически относится к этой игре, просто попробуйте. Одна-две карты, вот если зайдет, то зайдет, если не зайдет. Блин, я эту игру купил, я ее купил и на плойке, и на Xbox. На Xbox, правда, 1000G не выбил, на плойке получил платину. Это просто, это просто топ. Вот эта игра идеальна. Ты, значит, с понедельника по пятницу, с 9 до 6, делаешь дичь, приходишь домой, берешь в руки мойку и поехал. Полицейский участок, я не знаю, там пирамиды, все это берешь и потихонечку это просто, это вот наслаждение, это вот, это просто топ. Еще есть DLC, да. Там еще DLC накидали, о, там есть бесплатный, там есть бесплатный DLC с этим, с особняком Лара Крофт. Я как включил там, каждую карту, мне кажется, часа по 3, по 4 можно проходить, отмывать ее, полосу препятствий. Мотоцикл Клауда можно почистить, по-моему, тоже бесплатный. Есть DLC в Final Fantasy, оно тоже бесплатное. Там, правда, трофеев нету в этих DLC во всех. Ну, тут это не главное в этой игре. Ну, в целом, да, там и трофеи, в принципе, такие, не очень сложные, не сильно запарные. Они простенькие, просто чистые. И появилось там, по-моему, несколько платных DLC, это вот машины. Бикини-ботом, по-моему, он платный. Ну, этот Spongebob, да, он платный. В домике, по-моему, он платный, но могу удоверить. платный. И платный DLC из этого, коллаборация с Назад в будущее. Да, DeLorean там платный, еще что-то было. Тоже платный. В этом паке, не только машинка. Ну, это такое, это типа, на любителя уже, понятно, если вас зацепило, в принципе, раздали довольно-таки, мое почтение. Все бы так бесплатно раздавали. Да, там бесплатно, здорово то, что это как бы не просто отдельные какие-то маленькие карты, то есть там даже, если это этот, как он, из Final Fantasy, этот первый босс, этот робот Скорпион, блин, его тоже там мыть надо, часа четыре, наверное, только, блин, да это же вообще, это прекрасно, это прекрасно. Кайф, кайф. Ну, короче, здорово, я наконец-то дождался. Теперь покупать не надо, только DLC, если что, поэтому, ммм, кайф, кайф, жду, пятое число. Надо до пятого пройти контрол, и с чистой совестью идти мыть. Ого, Мне кажется, будет тяжеловато. Да, учитывая, как я пылесосию, то я думаю, я так быстро не закончу. Но, главное, что игра вышла, а точнее будет выходить. Пятого числа будет доступна. Ну, и все, все, подписки, все, 40 минут, все, хватит, хватит. Остановитесь. Реально. Ну, все, останавливаемся. Да, все, стоп, запись обрывается. Все, пока. Я все равно всем напомню, не забывайте заходить к нам на сайте, там куча материальчиков, обзорчиков, новостей, поменьше, но они есть, их ребята пишут все. Вот, больше упор все-таки идет на обзорчики, вот это вот все. Поэтому, да, заходите, комментируйте, и ставьте свои плюсики, минусики, уже кому как что. А, конечно же, ВК, Телеграм, там все на месте, там все происходит, все тоже постится, заходите, подписывайтесь, YouTube, Twitch, на YouTube побольше, на Twitch тихонько, все пока не меняется, но тоже заходите, подписывайтесь, да, ставьте луксы, комментируйте. А, и Яндекс.Дзен, там тоже можно что-то делать, и, да, заходите и туда. Все, всем хорошего настроения, играйте в хорошие игры, всем пока. Пока-пока.